Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 июля и утром я снимала вот здесь видео и говорила, что у нас стоит такая жара, хорошая погода, как раз благоприятная такая для получения сладких томатов. И сразу же пришли комментарии, вот написала Надежда Малевская, что к нам идет дождливая погода, следующая неделя будет дождливая. Я об этом знаю и сейчас, сегодня и завтра уже в спешном порядке готовлю свои томаты вот к такой дождливой погоде. И сейчас вам покажу, как я готовлю эти томаты. Вот до этого вы видели, у меня были томаты, вот как, таким сплошным зеленым полем, было много листьев и я их не убирала, большей частью из-за того, что они, вот этот куст обширный, он немного давал все-таки тень на землю и не так растрескивалась земля, не так быстро она пересыхала. Еще из-за того, что листья прикрывали все-таки вот эти вот кисти и не давали поджариваться, спекаться томатом. Но теперь я в спешном порядке, вот видите, что я делаю? Я делаю вот так. Все томаты, нижний ярус, я срочно освобождаю от листьев. Это подготовка к длительному дождливому периоду, возможно холодному. Зачем я это делаю? Ну, во-первых, те листья, которые вот здесь вот закрывали от спекания томаты, от зажаривания, теперь я их убрала, потому что погода будет пасмурная. То мы скрывались от жары, а теперь в следующий период мы будем ловить каждый солнечный лучик. Вот когда он в течение дня все равно будет на какой-то период выглядывать солнце, и нужно, чтобы оно вот на эти томаты попадало на мои, и чтобы хоть немного они были сладче, даже если будет пасмурная погода, солнца все равно в какой-то степени будет. Вот поэтому я все нижние кисти, которые уже сформировались, вот этот данный сорт бычий лоб, я их все освободила. Еще, освобождая вот эти листья, когда я говорила во время жары, они немножко хоть вот пышным вот этим вот прикрывают и дают тень на землю, то теперь наоборот, в дождливую погоду нам эта тень не нужна. Я наоборот убрала эти листья, чтобы солнце, которое днем будет выглядывать, чтобы оно всю землю вот эту вот освещало, и чтобы земля успевала хоть немного просыхать. Ну и конечно, для прекрасного проветривания, потому что будет дождливая погода, будет угроза фитофторы, раз угроза фитофторы, значит нам нужно проветривание нижних ярусов. Я сделала так со всеми томатами, независимо низкие они или высокие, со всеми, которые, так сейчас я вам покажу, вот тут более низкорослые, со всеми, у которых внизу уже есть кисти, которые листья можно убрать, все я убираю. Вот видите, такая ситуация идет у меня и дальше, и дальше. Вот эту обрезку все я делаю, мне надо за два дня вот опластать все эти нижние листья, те, которые в жару нам были нужны, они выполняли свою роль зонтика, как от солнца. Теперь они будут нам лишние, и они наоборот будут загораживать солнце и мешать проветриванию. Я решила показать, снять этот короткий видеоролик и для новичков объяснить, вот именно вот это умеренное посынкование, что мы можем с его помощью сделать. Вот видите, сначала листья нам нужны были, мы их оставляли. Теперь сейчас будет пасмурно, угроза фитофторы, будет такая дождливая сырая погода, значит вот эти нижние листики, они нам уже не то что не нужны, они будут нам помехой. Я их все убираю. Вот сейчас я все это соберу, будет чистая земля безо всего, и когда во время дождей, в перерывах между дождями, будет немножко проветриваться, будет все это подсыхать. Так я хочу обезопасить себя, от скорее, ну как отодвинуть появление вот этой вот фитофторы, потому что у нас август всегда сыро-холодно, и фитофтура появляется. Все, с вами была Ольга Чернова. Это быстро-быстро о том, как я готовлю свои томаты к надвигающемуся продолжительному периоду, дождливому, неблагоприятному, сырому. Все. Субтитры создавал DimaTorzok